Всем привет, дорогие друзья! Я снова приехала в комплекс для того, чтобы поплавать в бассейне. В этот раз я одна. Женя с ней была на занятиях в фуфлите. Сейчас она только оттуда едет, уже вечер. Я взяла справку вчера от врача. У меня настроение не очень хорошее, так как пришли результаты анализа в крови, мочи, все, что надо. И оказалось, у меня там какая-то инфекция, опять-таки, снова. И я прочитала, это может быть... Сейчас я вам напишу, в общем, что это может быть, потому что я даже не запомнила. О, тут очередь в бассейн. Сегодня много людей. Мне сказали в 18.45 зайти. Так что сегодня одна. Скучненько будет. Хотя, не знаю, может быть, с индианкой с какой-то подружусь поплаваем. А то мне надо. Я чувствую, у меня поясница начинает болеть. Чувствую, что надо поплавать. Друзья, недавно под моим новым видео вы написали комментарии, вопросики точнее. Спросили, как же в Индии индийцы относятся к русским девушкам. И свадьбы, наверное, только по воле родителям. То есть только индианки разрешаются. Я вот хочу на этот вопрос ответить. Значит, ну, как относятся к русским? В Индии очень много иностранцев, включая афганцев, русских, украинок, всяких там... Чеш... Как правильно? С Чехии. В общем, со многих стран, даже есть с Америки, очень много приезжают девочек, и нас так и называют интернешнл. Но многие очень афганки, скажу по секрету, работают здесь на трассе, и поэтому они считают, о, белые, русские, то есть, значит, все такие... И даже когда ты стоишь на свадьбе хостес, некоторые девочки тоже себя ведут очень вульгарно. Вы понимаете, огромное количество русских здесь, кто на контракт приезжает, кто как фрилансер. И очень много, к сожалению, ведут себя нехорошо, как выскочки, липнут, могут чуть ли не в штаны залазить к менеджерам. И, конечно, ну какого они могут быть менее русских девушек? Естественно, они думают, что все такие, как афганки, как некоторые русские, которые позволяют вообще себя трогать везде и так далее. Но есть парни, которые знают, что хотят жениться именно на русской девушке. Потому что, во-первых, это на счастье, белая кожа. Во-вторых, они знают, что русские, это прям такие хозяйки-хозяйки, которые могут и дрова наколоть, и поубирать, и с детьми посидеть, и еще и поработать. Вот. И поэтому они некоторые, ну а кто-то просто, вот мечтает русскую, иностранку, просто, чтобы была русская, не индианка. Тут же индианок полно, и все почти на одно лицо, но разные типажи. Хотя индианок бы я, честно, тоже бы назвала бы семейными, в плане готовки еды, уборки, они такие, как бы, ну, я не слышала что-то плохое по поводу этого. Но, единственное, они тоже такие, как и некоторые индийцы, они неверные, и они могут легко пойти налево, так как тут еще многие браки не по любви, то, конечно, они друг другу все изменяют. Что касается родителей, то, знаете, это даже зависит не от касты, где парень находится, то есть, богатая семья или небогатая, все индивидуально. Например, вот, в моей ситуации, у моего мужа, семья средняя, скажем так, не сильно богатая, не сильно бедная, тоже есть там своя территория, все, и они меня, ну, вроде как приняли, вроде как. Ну, то есть, нормально отнеслись к его выбору, причем они знают, что он давно в свободном плавании, и он работает с интернациональными, там, артистками, все, и, ну, мне кажется, они были готовы, что он творческий человек, и они его давно еще отпустили от себя, в плане того, что он еще лет, по-моему, 19 или 20 уже поехал в Бангалори, жил, еще в Деле жил, потом вернулся к себе в город, ну, то есть, не держали сильно возле себя, и, я думаю, были готовы к любому его выбору. Есть такие, которые, вот, например, моя подружка, вы ее все знаете, не Женя, другая подружка, у нее ситуация посложнее с этим, она из богат, ее муж, точнее, из богатой семьи, но родители вообще не воспринимали, говорят, никакой русской, все, они уже расписались, очень многие так, кстати, расписываются, не говоря об этом родителям, потом родители это узнают, бывает узнают, когда уже девушка беременная, ну, у нас тоже так было, мы когда расписались, родители не знали об этом, они в другой, в другом городе, в другом штате, и он решил мне говорить об этом, ну, конечно, родители все злые, кому-то мне говорят, но есть все равно, потом принимают, говорят, ладно, хорошо, а есть прям вообще скандалы жесткие по этому поводу, как вот у моей подружки, а он еще сказал, что она беременная, хотя она не беременная, и они устроили жуткую драму, там уже тетя или бабушка, не помню, вешались, или прыгали с окна, говорили, мы вас разведем без вашего согласия, мы заберем у тебя весь бизнес, чтобы ты только с ней не был, они запирали его в комнате, взрослого человека, он сказал, хорошо, забирайте мне все, что хотите, я все равно буду с ней, вот, поэтому есть разные случаи, есть, когда принимают, есть, сначала не принимают, потом принимают, а бывают случаи вообще жесткие, когда парень встречается с девушкой, вот как бывает, тоже у моих знакомых было такое, прям подарками заваливают индийцы, богатый, хороший, время так проводят, но не живет с тобой постоянно, просто там куда-то ездит все, рестораны, там кучи, шмучи, все оплачивает, и потом просто женится на индианке, она просто видит эти фотки со свадьбы, и он ее просто везде блокирует, вот такое вот тоже бывает, поэтому тут с богачами, ну, как бы связываться, очень-очень-очень осторожно нужно, спасибо за такую интересную тему в комментариях, я еще буду отвечать на, извините, чуть не упала, еще буду отвечать на ваши интересные какие-то вопросы, будем затрагивать такие темы личного характера, я рассказывала в прошлом видео, что тут нужна медицинская справка, где-то ее теперь не пускают, нас спустили в прошлый раз, и еще моих подружек, девочек тоже пускают, а сейчас меня даже не попросили ее представить, вообще, типа, да, проходить сразу. Вот бассейн, тут надо заплатить за вход, такой у себя бассейн, сейчас надо еще шапочку попросить, и за вход я еще не заплатила, там не было мальчика, сейчас пойду попрошу сразу, так, оставляю этот обувь, ой, сейчас прохладненько, господи, такой в деле бассейн, тут все вместе, мальчики и девочки, стоят очень дешево, 190 рупий, 45 минут, и плюс аренда шапочки, 50 рупий, шапочку в конце отдаете, водичка чистая, только сегодня много парней, как-то мне будет некомфортно, наверное, еще не все понимают, что я беременна, думают, что покушала, уже 7.05, а я его всю штуну, этого парня, который мне никак не может принести шапочку, очень долго, уже 5 минут, я хмоно плавать, а мне шапочку все несут, уже 10 минут прошло, не, около 15, наверное, сейчас пойду, наверное, туда обойду, я наплавилась, вышла довольная, теперь надо разобраться, куда идти, а, налево, вход 150 рупий, не 190, а 150, и плюс аренда шапочки, 50, получается 200 рупий, 45 минут, плавать в бассейне, в Дели, называется, Siri Ford Complex, здесь не только бассейн, здесь также большой теннис, крикет, бадминтон, в общем, в общем, красота, здесь проспект, очень классно так пройтись, прогуляться, сейчас вечером не скажу, что сильно свежий воздух здесь, но когда мы днем были с Женей, то красотища, сейчас еще видно немножко смог, пальмочки, цветочки, такой даже мини-парк, можно сказать, сейчас я вам сниму, покажу, красиво как тут, красиво как тут, хорошо, что я живу недалеко отсюда, мне если вызвать байк, это всего лишь 50 рупий, то есть это даже ближе, чем доехать до Чатарпура, или там соседней улицы, это очень рядом со мной, вон я иду, мокрая все, Друзья, всем спасибо большое за просмотр, у меня Томасик выбежал сегодня погулять, я его уже словить не смогла, я надеюсь, что он целости сохранности, и он объявится уже сегодня.